Да, действительно, но хорошо, что все так закончилось, что победили 3 очка. А замены не стали в России? А замены на тот момент уже не было. Да, уже всех поменяли. Пришлось доигрывать. Вы в матче с Нижним Новгородом прицеливались, прицеливались, что-то не получалось. Сегодня взяли попали сразу. Отрабатывали на тренировках? Да нет, не отрабатывал. На игре отрабатывал с Нижним. Да, чтобы все не забить. Хорошо, что попал, да. С обратной силой? Я сейчас вспоминал один из самых точно. Вспоминается Ахмату. Здесь тоже в эти ворота. Динамо тоже в эти ворота. Когда я там обыграл двоих, ударил. Это добивание было. Но один из лучших точно. В прошлом матче вы сыграли слева, сегодня справа. Для вас принципиально именно, когда играете латераля, играть право-лево? В принципе, когда играешь латераля, да, ты больше времени проводишь в атаке. То, что, в принципе, я люблю атаковать. Слева, если ты играешь, то ты можешь смещаться в центр, да, бить с правой. А если справа играешь, то там больше, если на фланге, то там подача. Сегодня неоднократно смещались в центр с правого фланга. Ну, Краснодар оставлял много зон, в принципе, да, в центре поля. Не грех. Грех было не воспользоваться этим. У вас с Литвином, по сути, в защите было как пара опорных. Как вот вы в опорном играли с ним. Тут, получается, вы как защита уже в роли опорников играли. То есть выход из обороны у вас хороший был именно акцентирован через правый фланг. Ну, да, Литва вообще славится, да, хорошим пасом первым. Он очень хорошо находил там Медину в центре, там, полузащитников наших опорных. Поэтому сегодня была его игра, да, он очень хорошо находил вот эти вот разрезающие передачи через там все поле делал. А вот если смотреть на весь сезон, чего, по вашему мнению, не хватило все-таки Спартаку, чтобы прям непосредственно участвовать в чемпионатах гонки в этом сезоне? Ну, слушайте, такой вопрос тяжелый, на самом деле. Много чего было за этот сезон. Не смогу ответить сейчас. Впереди игра с Балтикой. Есть ли какие-то опасения? Потому что на кону выход финал. Какие ожидания опасения? Может, Балтика по жизни хороша? Да, Балтика хороша. Плюс они дома играют, придет болельщик. Мы готовимся сейчас, да, прошла игра. Два дня у нас есть, чтобы подготовиться, посмотреть, как играет Балтика. Разобрать их сильно и слабые стороны. Будем уже смотреть в игре, кто сильнее. Мысли о финале есть? Пока нет, нет, пока нет. Очень много было. Я в Спартаке долго, да. Сразу вспоминается там кубковые матчи, я не буду называть команды. Вот где там не хватало нам одного шага до финала. Поэтому сейчас нужно сконцентрироваться полностью на Балтике. Игра с Тосом? В том числе, да. Сконцентрироваться на Балтике. Победить их и уже потом думать о финале. Вся команда понимает, что сегодня кубок самый важный в этом сезоне, поскольку остальное не столь важное, какое место мы займем. Винди, Четвертый и так далее. Да нет, мы в команде настроены и как на кубок, так и на чемпионат. Мы хотим выиграть там оставшиеся матчи и уже посмотрим, где мы там закончим сезон. Для нас важно побеждать в каждой игре, не будет только кубок или чемпионат. Это обычная фраза, но в данный момент сегодня кубок это то, что может сгладить сезон. Ну, я повторю, что возможно, да, это мнение людей вокруг, болельщиков, журналистов. Я повторю, что мы настраиваемся на каждую игру. Для нас матчи и чемпионаты тоже очень важны, как и кубка. Поэтому мы не разделяем матчи кубка и чемпионат. А была какая-то тревога, что в этом сезоне еще не было ни одного результативного действия? Сегодня наконец-то прорвало. Я забивал Краснодара в кубке. Нет, вот именно в пример линии. Да нет, я же не нападающий, чтобы думать об этом. Для меня важно, чтобы команда побеждала, чтобы мы набирали три очка. Поэтому я именно на это нацелен. А кто забьет гол, нападающие должны думать. Всего Халусевич шутил сегодня по телевизору, что Рома забивает только Краснодар. И только с его передачи. Да, так что ему ответь. Всего два дня на подготовку к Балтике. Лично у вас хватит сил, чтобы выйти в старте и отыграть еще полноценный матч? Ну, нужно восстанавливаться сейчас. Времени не так много. Вопрос, потому что учитывая, что ты в весной пропускал какие-то игры, да? По травмам, да. В связи с этим хватит ли? Вопрос тяжелый, посмотрим. Если выйду в старте, уже будет видно. Я сделаю на тебя максимально, что от меня зависит. Буду восстанавливаться и там уже увидим. А в целом, как сейчас оценишь атмосферу в команде? Хорошая. Роман, про Сишкович и Спартак не проигрывает. В команде бы внутри хотели бы, чтобы он постоянно остался без приставки ИО? Конечно, хотели. Можно сказать, что после ухода Абаскаля Спартак вздохнул полной грудью? По результатам выглядит именно так. Ну, я повторюсь, да. Всегда не будет Абаскаль. Я в Спартаке очень много, очень долго много тренеров поменял. И всегда, когда уходит тренер, всегда есть некая встряска команды. Будь то там исполняющий обязанности, новый тренер, команда начинает показывать результат. Сейчас, да, у нас действительно долгая серия, мы не проигрываем. Надеюсь, что продолжим до конца чемпионата. У нас там четыре игры, да, если кубок брать. Ну, если Балтику пройдем. Четыре игры, надеюсь, что без поражений пройдем. В сегодняшнем году, понятно, там многоходовка была, почти все полкоманды поучаствовали. А у Гальде какую-то роль сыграл именно в том, что он как-то показал, что он как на себя стянул двухцентральных защитников. Получается, никто на тебя не смог выскочить на удар. Как ты оценишь? Ну да, для меня удивительно было, что в принципе я в этой зоне оказался один. Никто меня не встретил. Благодаря опять же партнерам по команде они освободили для меня зону. Это и к тому, что у Гальде пока не идет с голами, но мне кажется, он много полезной работы делает на поле. Вот вы как в команде это ощущаете? Он и в обороне отрабатывает, и в атаке помогает? Он помогает в прессинге очень хорош, он в борьбе очень хорош, всегда на максимуме работает. Понятно, что там голов пока он мало забил, но то, что касается командной игры, он очень сильно помогает. Можно сравнить много партнеров за столько игр спонсов, которые так же корпусом хорошо меня закрывал, разворачивался быстро? Да, 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 конечно. Можно. На чьей стороне симпатия Романа Зобина в чемпионский гол? Ой, да я не думаю об этом на самом деле. Не знаю, не могу сказать. Чернов сказал, что Зенев поднадоел. Поднадоел? Да, мне без разницы. Сегодня начали говорить, что поспитанник Динамо забил Краснодару и вот по сути лишил Краснодар шансов на счет. Я не воспитанник Динамо. Я не воспитанник Динамо. Конечно, никак вообще нет. Все? Еще один вопрос. Кроме того, что со смены тренера вы стали чаще играть латералем, еще что-то изменилось в вашей игре? Слишком что-то изменилось? Ну, слушайте, я повторюсь, что мы раскрепостились, это главное, наверное, сейчас, поэтому есть результат. Поэтому и я, и команда, в принципе, все раскрепостились. Спасибо. 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 Поскольку надо восстановить стабил, побольше времени и восстанавливаться. Да, надо восстанавливаться, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.